Недельные школьные каникулы отличный повод для того, чтобы организовать крупный международный турнир. Так посчитали руководители детской футбольной лиги, пригласив в манеж локомотивы из «Партака» сразу 56 юношеских коллективов со всех уголков нашей страны, а также из ближнего зарубежья. Подробности у Александра Белкина. От Москвы до самых до окраина организаторы турнира сами удивляются. Впервые за многие годы под крышами двух манежей удалось собрать такое внушительное количество участников. Раньше подобные соревнования в это время года получалось организовать лишь где-нибудь на юге, в Анапе или Сочи. Теперь из-за отсутствия нареканий со стороны участников подобную практику вполне можно взять на вооружение. Большое представительство подразумевает немалое количество откровенно неожиданных результатов. Равные абсолютно, примерно равные силы. Тут 2-0 команда выиграла черта новосибирской армейцы, проиграли команде Минска, что для нас тоже было таким сюрпризом. Но с точки зрения болельщиков ЦСКА огорчительным сюрпризом, но для нас как организаторов приятно, потому что мы угадали с приглашением этих команд. Так и один из фаворитов коллектив школы Московского Спартака в своем первом матче также столкнулся с серьезным сопротивлением в лице футболистов из Ярославля. Впрочем, по словам самих игроков столичной команды, несмотря на статус фактических хозяев турнира в начале матча, им пришлось столкнуться с некоторыми проблемами. Но есть маленькие недочеты, ворота плохие, на четверку похожи. А так турнир хороший, такие турниры нужны. Впоследствии, несмотря на сложности, спартаковцы прибавили в движении на поле, и победа не заставила себя ждать. Хотя счет, по мнению победителей, в данном случае не самое главное. Конечно, такие турниры нужны, потому что, ну, тем более, такие команды приехали очень хорошие, и слабых команд нет. Вот, и организованный турнир хороший. Мне понравилось. Другие хозяева турнира, футболисты московского «Локомотива», также не испытали проблем в первом матче с гостями из Киева. Но, как уже было упомянуто ранее, предсказать заведомому победителю в данном случае просто невозможно. Его имя станет известно 25 марта, когда турнир среди юношей не старше 14 лет завершится в российской столице. Александр Билкин, Анатолий Лин, Вести Спорт, Москва.